как стремится почему так одобряет неужели наладился ура ура походу наладился я надеюсь что наладился в окрине дай бог дай бог дай бог все работает не идет счет нету лагов а то анонс телеграм давать если будут лаги так грустно он и сейчас пять минут ждем и себе тридцать на месте будет я даю анонс в ттг и погнали интернет ади как его назвать вы знаете как я называю свой интернет рост и ай-яй-яй без мата даже нельзя дорогие зрители добрый вечер говорит ростов так все потихонечку подходим привет мишка потихонечку подходим присаживаемся сейчас будет интересный разбор полетов привет дорогой привет всем привет еще раз отличного всем настроения хорошего вечера видео будет небольшая трансляция так как это вводная процедура водная процедура приблизительно как процедура по которой там не знаю ну образно там удаляют вам кариес из зуба или я не знаю или вы пошли в магазин там за чипсами да к примеру предположим разбор полетов подробная инструкция еще более короткая подробная будущем будет вставлено в трейлер канала гоня глава ростовского яндекса да точно в общем будет интересно и весело поэтому сейчас и в подача вам понравится подача она простая на майнкрафте сразу сейчас инсайды пошли майнкрафтовая подача ну вы увидите очень красиво я все подготовил пока ждал что делать когда дождь идет я подумал надо сделать прикольную презентацию небольшую приветствую приветствую это шо радио ваня это радио f яндекс еда радио fm на волнах ростовской области вещаем прямиком на twitch так интернет падать начал резко привет танюш майнкрафтовая да ну что-то меня подсказывает про мой битрейт он просто взял упал резко так все хорошо было и начались просадки 2 400 1600 вот почему я сижу дома интернет падает ну как это вообще здравыми здраво завтра тоже вроде дождь а я погоду на завтра еще не смотрел я же просто хочу записать презентацию красивую чтобы этим кадр этот вырезать кадр и вставить а блин а как я буду вырезать и клип большой делать ну короче либо скачивать потом в общем вам понравится а надо было запись экрана сделать тут кнопка должна быть по идее запись по моему вот это рек надо нажать и будет запись начать запись у реально я потом просто это вставлю как раз в трейлер канала позже пожалуйста не падает хотя бы минут 30 битрейт мне надо скакать как ладно неважно я в любом случае буду записи крана делать на крайняк если что это будет я уже вижу что это ужасно интернет как можно лагать такая но это трэш как можно так привези пижас киевси по-братски то не вопросе сделаем так я переставил телефон возможно сейчас будет отлично работать нам бы еще экран так это же задумано привет привет это же задумано ты что посмотри какая красиво какое оформление ну шо даю анонс в тг готовы дети готовы дети да капитан я не слышу так точно капитан то кто проживает в ростове-на-дону ваня курьер отважный курьер кто также большие кэфы ловит как в ростове ваня ваня большой он курьер что у него там за плечами вкусная еда яндекс еда ну вот падает опять битрейт ну что это такое битрейт не падая уже анонс дал в тг не надо падать умоляю не падай не падай не падай не падай умоляю ну шо лагает сильно как может лагать не понимаю сильно падает ребята у вас есть карты картинка или все плохо надо параллельно самому стрим походу смотреть каким-то образом айфон упал на айфон упал сейчас секунду так я надеюсь картинка идет и не сильно лаги происходят я конечно сейчас к стриму себя открою ради интереса сделаю 160 кадров в секунду ой 60p просто чтобы видеть вообще что-то происходит все погнали дорогие зрители начинаем и битрейт упал просто у меня ой господи боже какой ужас блин за что за что мне такое горе не ну реально это проклятие кстати я не знаю как это по-другому назвать не поехал не не прикол в том что это не знаю что не тянет это не тянет это это пипец подскажу подскажу сейчас буду рассказывать все все погнали вроде это ужас какой-то просто ой не лагает неужели нормально пошло все заработало все погнали я хотел разбить уже телефон и компьютер ну я не разбил поэтому погнали так все будем считать что все началось так дорогие зрители приветствую вас на канале вани меладзе присаживайтесь поудобнее сейчас я вам расскажу немножечко про яндекс еду и про то как это все работает вы допустим пришли на трансляцию вы мой зритель до будущий курьер а по и вы значит будущий курьер вот он я ваня что же делать ваня что ваня что же делать а знаешь что сделать надо правильно подписаться сначала пости больше дальше в описании есть рефералка ивана меладзе нажал протестировал обязательно в описании свой город на зп ревку весь у тебя ревка допустим 20000 в ростове мы попили мне пополам зп можно глянуть какая зп в твоем городе сколько ты будешь получать напиши вану влс тг как только получишь сумку обязательно чтобы мы были с тобой на связи вау что же за дверью нас ждет что же ждет нас за дверью что же ждет нас за дверью дверь в будущее яндекс еда счастья и радость лучшая жизнь много денег успех твое будущее твое будущее твое будущее за дверью вы готовы открыть дверь давайте же откроем дверь в наше будущее ой это нажал вау мы попадем с вами в будущее яндекс еды вы сегодня со мной и завтра вы со мной сегодня вы меня смотрите а завтра мы боремся рука об руку против голода мы боремся за большие наполненные пузо наших клиентов чтобы все были довольны и сыты и чтобы если у кого-то вдруг голод появился не проблема курьер спешит на помощь он приедет и спасет тебя от голода ты хочешь спасать людей от голода так вперед вперед ну вперед же пойдемте спасать пойдемте спасать людей от голода что происходит после того как вы прошли посылки зарегистрировались и что вам назначили встречу в офисе не поверите мы попадаем с да ё-моё господи боже сейчас извиняюсь мы попадаем с вами в офис яндекс еды вау привет регистратор в яндекс еду привет братишка привет ну что дорогой мой я устроился поревки в аниме ладзе все запомнил заполнил да 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 что что выбрать а можно выбрать что выбрать можно да ладно мы можем выбрать попасть в яндекс еду или в яндекс лавку либо будем самозанятыми либо по договору гпх договор правового характера что-то там вот значит мы выбрали к примеру там я не знаю яндекс еду да хотите как хотите как стать как я все я готов нам создают аккаунт дают что я что-то об этом не подумал если что просто в яндекс лавке голубенькие сумки вы не подумаете да там это получается это в яндекс лавке сумки голубенькие но я когда когда делал презентацию вспоминал что яндекс лавке голубенькие сумки мы выбрали яндекс еду погнали погнали в яндекс еду нам дадут желтую сумку зарегистрируют аккаунт вперед навстречу яндекс еде что же первое что же мы сейчас узнаем что же мы сейчас узнаем самозанятость каждый курьер самозанятый правильно если вдруг вы и пешник имейте ввиду что и п будет конфликтовать самозанятостью закрываем на херп и будем курьерами приложение мой налог обязательно скачиваем на смартфон там вся подробная информация будет мы платим поначалу 4 процента самозанятого налога гпх если по гпх устраиваемся налог платит курьерская служба договор гражданско-правового характера если вдруг кто-то не знал 4 процента самозанятого налога платим поначалу потому что бонус к бонус к в моем налоге будет 10 тысяч рублей интересно интересно а как это все складывается очень легко юридические лица то что платные доставки мы получаем от клиентов и физические лица это доплата до тарифа вот так складывается собственно налог а потом естественно когда бонус уйдет мы будем помочь из процентов платить если мне память не изменяет вот это значит у нас комната под названием самозанятость продолжим путь что же нас ждет дальше вау спросите меня что за что это за комната эта комната расскажет нам про коэффициенты про оплату за заказ и про все остальное поехали мы приняли заказ курьер курьеру поступает заказ это ты братанчик мой смотри до ресторана километраж будет оплачиваться от 15 до 45 раз 45 рублей за километр вот мы пошли три километра прошли с вами дошли до ресторана ресторан пришли заказ забирать фикса за заказ будет 50 рублей заказ забрали о по и пошли клиенту пошли клиенту пошли клиенту от 15 до 45 рублей за километр мы получили пошли пошли клиенту клиент привет мы пришли покушать тебе теперь ты голодный не будешь клиент счастлив клиентом доволен а если заказ тяжелый очень тяжелый до 10 от 10 килограмм ну не прям тяжело ладно кого я обманываю что будет доплата 30 рублей за за к этому заказу кто мне пишет во время презентации что происходит понял не надо меня отвлекать вы сейчас смотрите мне волос писать не надо здравствуйте я же здоровался еще раз здравствуйте если вдруг кого-то не видел вау что это такое а знаете что это такое помните мы посмотрели с вами вот эту тему от 15 до 45 рублей за километр а чтобы получать много правильно кэф и зон на карте вашего города чем больше кэф вау цвета то разные-разные следовательно что оплата разная 10 коэффициент бесцветная зона 11 11-12 светло-желтая зона желтая зона 1 и 3-1 и 6 оранжевая 1 7-2 и конечно же красная 2 и 1-3 коэффициент там где вы получите практически 45 рублей за километр вау но есть же еще минимальная оплата за минимальная оплата на слоте плановый слот минималка называется в вашем городе но допустим в моем городе в ростове надо 120 рублей в час если вдруг заказа совсем мало чтобы получить минималку за часы чтобы получить минималку за часы нужно выполнить за плановый слот 1 и 3 часа один заказ за плановый слот 4-5 часов 2 заказа за 6-7 часов планового слота 3 заказа за 8-9 часов планового слота 4 заказа за 10 11 часов планового слота 5 заказов и конечно же самый большой прекрасно нежный и вкусный 12-часовой плановый слот где вы будете получать миллионы рублей 6 заказов минимум надо будет получить чтобы хотя бы 120 рублей в час получать вау какая же невероятная комната продолжим путь а что же на что же нас ждет дальше мы сейчас узнаем да ладно выплаты это же самое интересное потому что здесь мы увидим деньги поехали деньги мы любим папаша любит деньги и вы тоже любите ну я конечно же тоже люблю ой а комнатка то небольшая совсем а потому что тут толком знать даже ничего не надо есть уже ежедневные выплаты и конечно же еженедельные ежедневные выплаты это платные доставки от клиентов то что клиенты платят юрлицы называется вы будете получать ежедневные выплаты если поработали сегодня допустим понедельник получите во вторник во вторник поработайте получите в среду среду по работаете получите в четверг 4 поработаете получите в пятницу и самое интересное в пятница суббота и воскресенье оплату по за платной доставки вы получите в понедельник вау есть конечно же доплата до тарифа самая большая жирная оплата приходит у нас в среду приходит в среду за всю прошлую неделю это то что самое я вам в прошлой комнатке рассказывал 15 раз 45 рублей за километр и фикса за заказ 50 рублей тариф вот собственно то что я вам и сказал комнатка маленькая много знать не надо налево пойдешь ежедневные оплаты получишь направо пойдешь еженедельные оплаты получишь вау ну что вы готовы отправиться следующую комнату я не слышу вас да я знаю конечно готовы конечно готовы куда вы денетесь у по фотоконтроль селфи вы вышли на слот в частенько будут приходить фотоконтроли вашего прекрасного лица чтобы вы аккаунт не передали и проблем у вас никаких не было чтобы вы показали свой прекрасный личико программе программа вас проверила если какие-то проблемки или траблы программа вас заблокирует на ближайший досмотр все хорошо не переживайте блокировка будет недолгая главное фотографируйтесь правильно не фотографируйте своих друзей фотоконтроль термосумки не надо быть свиньей не надо сумку вымазывать какой-то какашкой моем сумочку чистим сумочку следим за ней сумочка это ваше лицо красивая сумка красивый курьер много денег много чаевых фотоконтроль термосумки тоже присутствует три прошки три жизни что это такое что происходит в приложении у нас есть отдельная вкладка называется яндекс про прошки там вы увидите три жизни три жизни это три прошки если вы будете нарушать вас будут вам будут отнимать жизни три жизни отняли вас заблокировали но не переживайте можно восстановить прошки просто работая а если вас заблокировали ё-моё блокировка вы там не знаю разломали заказ нагрубили кому-то кому-то ну допустим потом признали свою вину в среднем на рассмотрение вашей заявки уйдет 15 дней комитет курьеров опытных таких как я но я в этой системе не состою мне на нахрен не надо проверит вас если вы все-таки каетесь покаялись поняли что вам нужна эта прекрасная работа что вы все-таки курьер яндекс еды вы не можете без этой должности вам она надо вы вы любите тем более желтый цвет вас восстановят в течение 15 дней если не восстановят ну мои соболезнования небольшая комнатка самое главное я вам рассказал а что же дальше а давайте же вместе попробуем выполнить заказ давайте попробуем а вдруг у нас получится вау что это а это мы сейчас заказ с вами будем выполнять знаете на чем мы можем выполнять заказ пешком на велосипеде на автомобиле на автобусе на самокате на мотоцикле на электро средстве индивидуальной мобильности вау опана остановка ты пеший курьер принял заказ пойдем на остановку ждем автобус смотрим по яндекс картам выглядываем там по сторонам автобуса нет ё-моё как же на автобусе зарабатывать это автобус ждать ой-ой-ой подожди подожди 7 средства индивидуальной мобильности вау что надо сделать заходим на marketplace по моей про по моему промо коду ладно такой реклама еще нет поэтому без промо кода заходим на marketplace озон покупаем куга кирин нет подожди покупаем минака монстр да подожди можно купить обычный а до сюда куда делся не понял велосипед велик не придется ждать автобусы не придется вот это думать ой сейчас сяду в автобус тут все напердят навоняют еще заказ помнут а если у тебя есть свой автомобиль и на автомобиле ты будешь зарабатывать еще больше а как да легко потому что платят на автомобиле больше километраж больше вау пройдем пойдем дальше заказ ты принял и у меня битрейт правда упал вот это меня напрягает меня дудосит походу я тут ребят это меня дудосит походу прием сильно дудосит не слышно ну нам ни почем дудосы все хорошо продолжим путь пока нас дудосит мы идем собственно клиенту такси можно вызвать через поддержку сейчас от дудосит подожди секунду все раздудосили или нет да вроде лучше стало да но вроде все просадов не вижу если вдруг у вас проблемы ведь заказ не помещается в сумку то никакой проблемы нету быстренько такси по через поддержку вызвали бесплатно корпоративная сели на такси и поехали вместе с заказом а если вы на велосипеде поехали на велике вслед за такси идем вперед что же это происходит такое мы пришли в ресторан заказ забирать ха 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 а тут у нас выдача заказа зашли такие значит здравствуйте здравствуйте оля тут чем и шанам заказ пожалуйста мы получили заказ и пошли дальше заказ забрали прожали статус обязательно что заказ забрали и пошли конечно же да если что можно в аренду велик взять тоже это не проблема у меня опять дудосит сейчас извиняюсь кто-то дудосит меня сейчас дико извиняюсь еще дудосит не вижу по-моему еще лагает да сильно лагает все отлагало еще лагает лагает все вижу как интернет галим или вот лагало или нет не понимаю почему лагает в чем проблема часть секунды извиняюсь телефон поближе положить может не будет так лагать или хуже только сделаю по ходу все хуже только сделал вообще интернет упал я понял лагает ну ждем сейчас отлагает короче все по новой будем все лагает сейчас все по новой будем потому что это надо было нам записывать нам нужно с одного дубля нам надо одного дубля сейчас по новой будем ребят извиняюсь стоп кадр сейчас по новой будем все записывать надо с одного дубля записать так ладно давайте продолжим пока не получится дубля записать будем стримить вот мы значит приняли заказ и нам дальше в принципе надо идти погнали дальше до клиента пришли клиенту домофон набрали прожали что прижили пришли склеивать и да не и мне хочется с одного дубля все сделать пришли значит клиенту в домофон позвонили нам дверь открыли можно подняться на лифте на лифте если клиент просит пешком подняться лифт не работает ну что делать надо выполнить любой каприз клиента чтобы получить чаевые поднимем поднимаемся на этаж оставить у двери если вдруг клиент попросил в приложении оставить у двери мы оставляем у двери и уходим в дверь стучаться вот так вот так делать не надо понятно вот так вот не надо надо вот так заказик заказик поставили понятно вот так вот не надо. Надо заказ оставить, сфотографировать обязательно, чтобы вас потом не наебали, чтобы вдруг заказ ты не оставил. Какой ты плохой курьер, заказ сожрал. Сфотографировали и ушли. Все. Мы выполнили с вами заказ. Спасибо большое за ваше внимание. До скорых встреч. Так, все по новой. Все. Это вырежем. Вырежем. Танюш, обрежь. Все, погнали обратно. Так, сейчас по новой. Подожди, извиняюсь. Сейчас. Записываем по новой. По новой. Не, насрать нельзя. Сейчас, по новой, ребят, по новой. Двери не закрыл, придурок. Обрежьте, обрежьте. Слышно? Я не буду вырезать лаги. Сейчас по новой все сделаем. Так, переиграем. Переиграем по-бырому. А, я вам про индекс лавку ой, блин. Все по новой. Даем еще двери эти закрывать, полы потом мыть. Вот это хожу вот это вот. Сейчас я все переделаю. Сейчас все по новой будет. Прошу прощения. Это пипец какой-то. Надо с одного дубля все записать. Я профессионал. Я, тем более, мне надо диктором учиться быть, потому что в будущем я обязательно буду Яндекс диктором. Так, по новой, по новой. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, где там эта кнопка? Так, если лаги будут, говорите, мы по новой начнем. Сейчас. Готовы? Готовы? Кого отрезать? Все, все, по новой. Так, рек, начать запись. Говорит и показывает Яндекс Еда. Здравствуйте, дорогие зрители. Рад приветствовать вас на канале Вани Меладзе. Сегодня мы находимся на кафедре курьерского мастерства, деканат кафедры Ваня Меладзе. Вверх по курьерной лестнице. Начнем. Вы мой будущий курьер-зритель. Рад вас приветствовать на канале. Что же сейчас нужно будет сделать? Вот он я, Ваня Меладзе. Я рад вас видеть на канале. Я счастлив, и вы счастливы, потому что зритель — это отражение стримера, а стример — отражение зрителя. У меня есть реферальная система в Яндекс Еду. Много денег и много счастья. Протестируй свой город на ЗП и Ревку в описании. Обязательно проверь, сколько ты получаешь в своем городе будешь получать и сколько рефералка, которую мы с тобой поделим. Напиши мне в ЛС Ваня Меладзе 192. Обязательно. Что же это? Это дверь в будущее? Или мне показалось? Да нет же, не показалось. Ты обязательно зарегистрировался по моей рефералке, потому что захотел много денег. Лучшую жизнь. Дверь в будущее. Яндекс Еда. Счастье и радость. Твое будущее за этой дверью. Успех. Ну что же, не будем терять ни секунды. Тай, блядь. Не будем... Тай... Не будем терять ни секунды и отправимся в наше прекрасное будущее. Вау! Это Яндекс Еда. Успех, заработок и счастье. Наша курьерная лестница начинается. А что же ждет нас впервые на этом пути по курьерной лестнице? Конечно же, офис Яндекс Еды. Привет, дорогой друг. А ты кто? Регистратор. Я устроился по Ване на рефералке. А можно получить сумку? Да, выбирай. Выбираю. Яндекс Лавка. Желтенькие прекрасные сумочки. Красивые и очень опрятные. Яндекс Лавка. Прекрасные голубенькие сумочки с сердечком. Я не знаю, что выбрать. Такой путь невероятный. Да что же выбрать? Выберу Яндекс Еду. Потому что Ваня же тоже в Яндекс Еде. И мы пойдем с вами. Налево пойдешь, Яндекс Еду обретешь. Направо пойдешь, в Яндекс Лавку попадешь. Следи за чистотой сумки. Будь опрятным на слотах. Будь вежливым с клиентами и персоналом ресторанов. Отправимся в наш путь. Яндекс Еда. Мы приветствуем вас. В Яндекс Еде. Так, приехали. Что произойдет с нами? А мы будем самозанятым курьером. Самозанятость это круто. Самозанятость это удобно. Маленький налог и будущее. Хорошее будущее. О, ГПХ. Налог платит курьерская служба. А что такое ГПХ, Ванечка? Как лаги. Нормально все. Договор гражданско-правового характера. А по самозанятому налогу 4% бонус. Поначалу вы будете платить 4%. ИП конфликтует с самозанятостью. Да почему же, ё-моё. Потому что вам не нужно ИП. Выключайте ИП. Делайте самозанятость. И вперед. Со мной, как и я, будете курьером и счастливым человеком. Приложение «Мой налог» скачиваем. Оформляем самозанятость. И все будет замечательно. Поначалу будет у вас 10% бонуса. 10 тысяч рублей бонуса в моем налоге. От юрлиц мы будем платить 4% налога. Это, собственно, платные доставки от клиентов. И физических лиц 3%. Это те. Кто, 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 те. Это тариф в Яндекс.Иде. Ну, собственно, небольшая комната. Самозанятость. Очень все просто и понятно. Продолжим наш путь. Вперед. Навстречу приключений. Вау. Что это? А здесь мы расскажем вам. Я расскажу. Про оплату за заказ. Про кэфы. И про минималку в ваших городах. Как отключить ИП? Не знаю. Курьер. Это ты. Тебе поступил заказ. Вау. Что же делать? Отправляемся в путь. Проходим километры. За километры нам платят. От 15 до 45 рублей за километр. От зависимости от коэффициента спроса. Вперед. Вперед. Вау. Ресторан. Мы прибыли за заказом. Фикса за заказ 50 рублей. А тут ничего нет. Продолжаем путь к клиенту. Привет, клиент. Я принес тебе покушать. Приятного аппетита и хорошего настроения. Он дает нам 50 рублей чаевых. Но если заказ тяжелый, нам еще 30 рублей к этому заказу сдадут. Это замечательно и великолепно. А как же получить больше за километр? Очень просто. Кэфы. Зон. На карте вашего города. Следим за картой. Внимаем. И работаем в красных зонах, чтобы больше получать. Бесцветная зона. 1 кэф. Светло-желтая. 1,1-1,2. Желтая. 1,3-1,6. Оранжевая. 1,7-2. Красная. 2,1-3. Там, где за 45 рублей за километр. Вот это будет прекрасно. Продолжаем наш путь. Вдруг у тебя мало заказов в твоем городе? И ты опечален. Да не надо же опечалиться. Зачем печалиться? Не надо опечалиться. Чтобы получить минималку за часы в твоем городе, ты должен, ну допустим у меня 120 рублей в час. Допустим, если ты поработал 1-3 часа, должен один заказ сделать на плановом слоте. Если поработал 4-5 часов, 2 заказа. Если поработал 6-7 часов, 3 заказа. Если поработал 8-9 часов, 4 заказа. Если поработал 10-11 часов, 5 заказов. Если поработал 12 часов, как я работаю, но не сегодня, но иногда. Зарабатывать можно много. но если минималка то 6 заказов хотя бы сделать и получить минималочку 120 рублей в час очень приятно и хорошо продолжаем продолжаем наш путь эта дверь ведет нас навстречу новых приключений выплаты это же самое интересное много денег много счастья и вы можете даже озолотиться с яндекс едой продолжаем путь такая комнатка маленькая казалось бы налево пойдешь ежедневные выплаты получишь направо пойдешь получишь еженедельные выплаты слева платные доставки от клиентов каждый день за прошлый отработанный день то самое за что мы платим юрлицам 3 процента налога что происходит ты поработал в понедельник получил во вторник поработал во вторник получил в среду в среду поработал получил четверг в четверг поработал получил в пятницу а если пятница суббота воскресенье отработал получил в понедельник за платные доставки то что отображается в приложении мой налог каждый день за прошлый отработанный день. Вау! А что же справа, Ванюшечка? Вы спросите меня. Это приходит в среду за всю прошлую неделю. Оплата до тарифа. Это самая фикса за заказ. 50 рублей. И за километраж. Тарифная доплата. Маленькая комнатка. Все просто и понятно. Деньги приходят быстро, четко и хорошо. Да давайте же вместе выполним заказ. Давайте, возьмите меня за ручку. Не стесняйтесь. Вы, наверное, возможно, интроверт. Или боитесь выйти на улицу? Да не бойтесь. Сейчас я вам покажу, как просто выполнить заказ. Давайте вместе это сделаем. Давай поможем. Давайте же поможем моим зрителям выполнить заказ. Давайте все вместе скажем. Дорогой зритель, будущий коллега, выполни заказ. Выполни заказ. Вперед. А. Блядь, это другая комната. Я прошу прощения. Это другая комната. Но прежде чем выполнить заказ, мы пройдем в фотоконтроль селфи. Наше лицо сфотографирует бот в приложении. Мы проверим. Ну там придет галочка. Нужно будет сфотографировать лицо. Нужно быть красивым, опрятным и чистеньким. Фотоконтроль термосумки. Фотографировать сумку иногда тоже придется, чтобы... А, ну фотоконтроль, кстати, головы происходит... Фотоконтроль лица происходит для того, чтобы вы не дали своему папе, безработному, поработать на вашем аккаунте или маме. А фотоконтроль термосумки происходит для того, чтобы ваша сумка не была в усосе. Чтобы она была чистая и приятная. Три жизни, три прошки. Вау! Что это такое? Это как в МорПГ. Если ты будешь нарушать, твои жизни в Яндексе будут отнимать. И заблокируют. Не надо нарушать. Нужно хорошо работать. Возможность оспорить блокировку. Вот ты такой плохой мальчик, застранщик. Взял, что-то нарушил. Жопа сранщик. Не надо. Если ты нарушил, подай заявку. Покайся. Скажи, что ты хороший мальчик. Больше так не будешь делать. В среднем 15 дней на обработку твоей анкеты на рассмотрение, чтобы разблокировать. Примерно в 15 дней будет рассматриваться. В среднем. Все хорошо? Продолжаем путь. Но все-таки. Все-таки. Возьмем за руки друг друга и выполним один заказ. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Возьмите мою ручку. Чувствуете? Чувствуете? Я чувствую. Горячо. Что значит горячо? Значит хорошо. Вау! Нужен день. Вы вышли на слот. Плановый слот. Получили заказ. Что же делать? Что же делать? Да можно же выбрать, на чем поработать. Можно пешком. У вас есть ноги? Вперед! Пользуйтесь ногами. Пользуйтесь своими ногами. Зачем же вам они еще? Чтобы деньги зарабатывать. Ха-ха-ха. Вело. Можно арендовать вело. Купить свой вело. Или, не знаю, попросите друга. Ха-ха. Воровать не надо. Вас посадят в тюрьму. Обязательно нужно купить. Или арендовать. Автомобиль. У вас есть автомобиль. Вау! Вы будете получать больше, чем все остальные. Автобус. Ну, автобус это на... Это если вы пеший, можно на автобусе передвигаться. Самокат. Можно на самокате передвигаться. Можно на мотоцикле передвигаться. И на электро... На чем угодно электросеме средство индивидуальной мобильности. Собственно, Куга Кирин велосипед. Минако монстр. На Азоне можно что-то купить. Погнали. Ой, что это? Давайте дождемся нашего автобуса и поедем вперед. Ой, как долго. Боже, как долго ждать автобус. Боже, как пешком тяжело работать. Ой, мне не нравится. Пойду быстренько на Азоне. Куплю себе Минако. Куга Кирин. Купил Куга Кирин. О, подожди. О, если я не купил Куга Кирин и заказ тяжелый или не помещается в сумку, если прям очень большой заказ, можно через поддержку вызвать такси. Ха-ха-ха. Бесплатное такси. Корпоративное. Через поддержку. Да. Ну, мы купили Куга Кирин. О, полетели, полетели. Ресторан. Мы прибыли в ресторан. Прожили кнопочку, что прибыли в ресторан. Что же сделать надо? Что же, что же сделать? Получить заказ. Идем на выдачу заказа. О, выдача заказа. Заходим. Здравствуйте. Дорогой ресторан. Здравствуйте, летучая мышь. Нам нужен заказ. Нам нужен заказ. Пожалуйста, дайте мой заказ. Какой код? 55 52. А, все, сумма 1800 рублей. О, это мой заказ. Спасибо большое. Спасибо большое. Выходим. Со всеми дружелюбные. До свидания, ресторан. До свидания, работники ресторанов. Со всеми дружелюбные. О, полетели на Куга Кирин. Быстро-быстро заказ выполнять. Прибыли, допустим, клиенту, да? Это дом клиента. Это тот, кто нас кормит. Потому что он заказывает. Он хороший человек. Позвонили в домофон, нам открыли дверь. Позвонили в домофон, нам открыли дверь. Если лифт... Есть лифт... Блин, дверь сломал. Если есть лифт, зашли в лифт, поднялись на этаж, которые нам нужны. Если нет лифта, поднялись пешком до клиента. Допустим, надо оставить у двери и сфотографировать. Если в приложении написано оставить у двери, оставляем заказ у двери, фотографируем. Вот так вот, вот так вот не надо. Надо вот так. Вот так вот не надо. Понятно? Ты понял? Сфотографировали, все оставили у клиента, ушли. Если клиент вышел, здравствуйте, клиент, приятного аппетита и прекрасного дня. До свидания. Все, отдали заказ, оставили все, отдали, ушли. И, собственно, мы выполнили с вами тестовый заказ, мы счастливы. И что? Правильно, мы зарабатывать будем деньги, и вы будете зарабатывать, и я. Дорогие зрители, это был небольшой урок для будущих курьеров. С вами была кафедра курьерского мастерства и деканат кафедры Иван Меладзе. Вверх по курьерной лестнице. Будущее не за горами, будущее здесь и сейчас. Устраивайся в Яндекс.Иду, зарабатывай вместе со мной, и будет много денег, много счастья. И мы будем с тобой слонами и коллегами. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. До новых встреч. Фух, так, стоп, стоп, все, запись. Все, 13 минут. Все, нормально, нормально получилось? Нормально? Нормально получилось? Оцените от 1 до 5. О, боже. От 1 до 5, по-братски, быстренько. 1, 5, 5, кринж, 3, 6, 5, 3. А что 3, не пойму, в чем проблема? В чем проблема 0, 0? Вы что гоните? Вы что гоните, что ли? Клянись, что 0. Какой 0, 3, клянись, 3, что, клянись. Ну давай по новой. Давайте еще раз попробуем, побыстрее, давайте, ладно, все, давайте по новой. Все, хорошо, херня какая-то, правда, я согласен. Все, сейчас я перезапишу. Правда, какая-то хуйня получилась. Сейчас все будет, сейчас все нормально будет, сейчас перезапишем. Опять двери закрывать. Слушай, надо просто заранее сразу двери закрывать, как только из комнаты будем выходить, так быстрее будет. Там мне надо записать трейлер канала и на YouTube выложить. Сейчас я по новой запишу. Все, все по новой. Что-то еще добавить надо, да? Волосы распустить, там мне жарко будет. Ну давай, ладно. А меня не видно толком, да, даже? Музыку легкую на фон. Ну она будет, может, с YouTube конфликтовать, типа. Меня видно нормально? Я могу себе побольше сделать, кстати. Знаю? Так, давай по новой. Ой, так. Вот так, да? Давай, все, готовы? Сейчас. Где там эта тема? Все, погнали. Не надо сразу закрывать двери, так лишние движения какие-то ненужные. А, не надо, я понял. Это как кино с дублями. Ну уже третий дубль, по-моему, да? Света мало. У кого света мало? У меня или у кого? Подожди, у кого света? У меня, типа, на камере мало света? Фильтры. Сейчас. Меня не видно? А как тут? Сейчас, подожди. Добавить коррекция цвета. Сейчас. Яркость. О! О, так получше будет, да? А можно как-то освещение сделать? Сейчас я как-то освещ... А, у меня же здесь освещение. Сейчас. Сейчас, подожди. Да, блин, здесь микрофон мешает. Ё-моё. Там мне подставка не самая удобная. Просто для микрофона... Сейчас, извиняюсь, сейчас. Я освещение включу. А чё оно не включается? Ну, чё-то не включается. А, логично. А я думаю, а чё оно не включается? Сейчас, по-новой ещё будет, сейчас. О, нормально? Ай, больно глазам. Сейчас, извиняюсь. Какой-нибудь повешу. Вот так лучше стало. Ой, ё-моё. Можно глаза не светить как-нибудь сделать? Чтобы глаза не светило как-нибудь. О, гимба. Гимба? А можно без наушников? Зачем наушники, кстати? Я не понимаю. Во. 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 Всё, готовы? Ой, мои глаза. О. А куда оно записывается, вопрос? Главное потом найти на компьютере ещё эту запись. Давайте по новой попробуем. Вы готовы? Погнали. Сейчас, секунду, глаза, отдохну чуть-чуть. Ой, где нюхалка? Господи боже. Ой, мажочки. Так, всё, я готов. Готовы? Говорит и показывает Яндекс.Еда. Добрый день, дорогие зрители, будущие курьеры. Сегодня вы находитесь на кафедре курьерского мастерства вверх по курьерной лестнице. С вами деканат кафедры Иван Меладзе. Присаживайтесь поудобнее, сейчас я вам расскажу всё про Яндекс.Еду. Вы пришли на мой канал и в описании увидели рефералку. Что нужно сделать? Протестировать свой город на ЗП и на рефералку в описании, нажав на ссылку. Вас устраивает зарплата в вашем городе? Рефералка, которую мы с вами пополам поделим? Тогда заполняем анкету и пишем необязательно в ТГ, что вы заполнили анкету. Ваня Меладзе, 192. Что же нас ждёт впереди? А так как вы будущий курьер и вы уже заполнили анкету, вас ждёт много денег, лучшая жизнь, твоё будущее за этой дверью и успех. Много успеха. Так давайте войдём в будущее и посмотрим, что нас ждёт впереди. Вау! Яндекс.Еда. Красивая спираль, красивый цвет. Нас всё устраивает? Да. Вперёд по курьерной лестнице. Можно побыстрее пойти. А что же нас ждёт за этой дверью? Офис с Яндекс.Едой. Прекрасный офис, красивый офис. Мужчина, здравствуйте. Это регистратор. Здравствуйте, мужчина. Я устроился по рефералке Ивана Меладзе. Заполнил подробнейший, подробнейший анкету. И готов стать курьером. Ха-ха-ха-ха. Знаете, что он скажет? Выбирай, Яндекс.Еда или Яндекс.Лавка. Даже не знаю. В Яндекс.Еде такие сумки красивые, жёлтенькие. Вау. Подожди. А в Яндекс.Еде красивые голубенькие сумки и сердечко на сумках. Вау. Ну, давайте выберем Яндекс.Еду. Обязательно следи за чистой той сумки, как только тебе её выдали. Будь опрятным на слотах. Будь вежливым с клиентами и персоналом ресторанов. Да, это важно. Продолжим путь. Вперёд. Яндекс.Еда ждёт и зовёт. Добро пожаловать в Яндекс.Еду. Первая комната. Самозанятость. Это крутая тема. И небольшие налоги. И это счастье. Если у тебя ИП, закрывай нахер его. Потому что с самозанятым он будет конфликтовать. Нахер оно вам надо? Вы станете курьером. Ха-ха-ха-ха. Скачивай приложение Мой налог на смартфон. И регистрируй самозанятость. Будешь платить 4% налога. Потому что бонус поначалу будет. ГПХ. А да шо, можно и по ГПХ. Налог платит курьерская служба. Доховор гражданского правового характера. Вот это да. Ты стал самозанятым. Получил бонус 10 тысяч рублей в приложении Мой налог. С платных доставок от клиентов будешь платить 4%. С тарифной системы в Яндекс.Еде будешь платить 3% налога в месяц. Нас все устраивает. Да пойдемте же вперед. Нас ждет будущее наше в Яндекс.Еде. Вау, вау, вау. Что же нас ждет здесь? А нас ждет здесь рассказ про оплату за заказ, про кэфы и про минималку в вашем городе. Вот он, тебе поступил заказ. Ты курьер. Погнали. Это километраж. 3 километра. Километраж оплачивается от 15 до 45 рублей в зависимости от коэффициента спроса. Продолжим. Вы пришли в ресторан. Фикса за заказ 50 рублей. Пойдем к клиенту. 3 километра тоже оплачиваются от 15 до 45 рублей. Вперед. Привет, мой клиент замечательный человек. Приятного тебе аппетита и хорошего дня. Мы выполнили заказ. Заказ тяжелый. Плюс 30 рублей. Счастье. И это здорово. А как же получить больше за километраж? Очень легко. Есть кэфф и зон на карте вашего города в приложении. Чем больше кэфф, тем больше краснее зона. У нас есть бесцветная 1.0 кэфф, светло-желтая 1.1-1.2, желтая 1.3-1.6, оранжевая 1.7-2 и красная 2.1-3. То бишь 45 рублей за километр. Это хорошо, это счастливо, это здорово. Нет заказов или мало заказов? Ничего страшного. У вас есть минималка в вашем городе за каждый час. У меня в Ростове 120 рублей в час. А как же ее получить, спросите вы меня. Очень просто. За 1-3 часа планового слота вы получаете, должны выполнить 1 заказ, чтобы получить минималку. За 4-5 часов 2 заказа. За 6-7 часов 3 заказа. За 8-9 часов 4 заказа. За 10-11 часов 5 заказов. За 12 часов 6 заказов. Ну все просто и понятно. Да продолжим же наш путь вперед по курьерной лестнице. Выплаты. Только это же самое интересное. Ха-ха-ха-ха-ха. Деньги. Много денег. А много денег не бывает. А в Яндекс.Иде их много. Не будешь успевать наполнять карманы? Пойдемте посмотрим, как их выплачивают. Так очень просто. Налево пойдешь. Ежедневные выплаты получишь. Направо пойдешь. Тарифную доплату раз в неделю получишь. Что же дальше? Так очень легко. Ха-ха-ха. Платные доставки от клиентов мы получаем каждый день за прошлый отработанный день. И платим за эти платные доставки от клиентов 4% поначалу. Хе-хе. В понедельник поработали, во вторник получили. Во вторник поработали, в среду получили. В среду поработали, в 4 получили. В 4 поработали, в пятницу получили. А вот за пятницу, субботу и воскресенье получили в понедельник. Очень просто и понятно. Направо пойдем. Приходим. Приходят выплаты в среду за всю прошлую неделю. Это собственно тарифная доплата. Тоже большая сумма капнет. То самое, что 50 рублей фиксай и все за километраж. Выплаты прекрасны и понятны. Две части выплат. Ежедневная и еженедельная. А если по ГПХ, что-то по-моему месячная. Врать не буду, не помню. Так, что же интересное будет дальше? Давайте же глянем вместе. Очень просто. Фотоконтроль селфи. Аккаунт папе, который не работает и сидит на шее у мамы, передавать не надо. Маме аккаунт, чтобы она поработала, передавать не надо. Вас забанят, потому что приходит постоянно фотоконтроль селфи. Фотографируйте прекрасное лицо и работайте дальше. Фотоконтроль термосумки. Опрятная сумка, залог чаевых и успешного курьерства. Красивая сумочка, вы счастливы. Грязная сумка вас заблокирует и вам придется мыть сумку или менять в офисе. Три прошки, три жизни. В Яндекс.Иде существует система прошек. За каждый заказ мы получаем три прошки. И чем больше прошек, тем больше бонусов, всяких фишечек приятных. Три жизни. Три жизни, это собственно, если вы будете нарушать, вам будут отнимать жизни. Три жизни отняли, вас заблокировали. Вы можете оспорить блокировку. Здесь комитет высших курьеров, которые оспаривают ваши блокировочки. В среднем за 15 дней рассматривают ваши жалобы. Очень удобно. Брат, брат, что такое? Ты стесняешься? Ты интроверт? Ты давно не выходил на улицу? Или у тебя есть какие-то проблемы с психикой? Да, господи, плюнь на это все. Возьми меня за руку. Мы сейчас с тобой будем выполнять тестовый заказ. Чувствуешь? Возьми меня за руку. Ну как-нибудь попробуй это сделать. Ну не важно. Чувствуешь? Это тепло. Тепло Яндекса. Яндекс дарит тепло и радость. Давайте выполним вместе заказ. Вау! Мы вышли на улицу. Ты сидел дома и ни хера не делал. А теперь будешь моим коллегой и слоном. Мы вышли на улицу. Приняли заказ. Запустили Яндекс.Про. Мы можем выполнять пешком заказы. Для чего же тебе ноги? Дома сидеть в доту играть? Ты что, дурак что ли? Выходи на улицу. Пользуйся ногами своими. Купи велосипед. Арендуй велосипед. Или даже попроси у папы или у знакомого. Автомобиль. У тебя есть машина, а стояла в гараже без толку. Или ты таксист? Надоело возить людей, которые тебе рыгают в машину. В пизду такси. Устраивайся к нам тоже. Ты будешь много денег получать. Автобус. Тебе нравится взаимодействовать с социумом. Общаться с людьми в обществе. С бабушками, с дедушками, с девочками знакомиться в автобусе там пока сидишь. Пользуйся автобусом. В чем проблема? Нет проблем, когда продакшн Яндекс еда. Самокат. Тебе нравится самокат? Да пожалуйста, пользуйся самокатом, электросамокатом. Может ты гонщик? Может тебе нравится быстро ездить? Ты хрустик? Ты тоже нам подойдешь. Средства индивидуальной мобильности. Любое подойдет. Вперед к нам. Зашел на Озончик или на Маркет Яндекс. Купил Куга Кирин, Минако Монстр или Велик. И вперед. Так. Автобусная остановка. Тут девочка красивая. Еще и параллельно с девочкой познакомился. Ты ж мой красавчик мальчик. Еще и на улицу вышел наконец. Так и с девочкой познакомился. Автобусов нету. Ё-моё. А заказ тяжелый в сумку не поместился. Так проблем нету. Такси через поддержку. Бесплатно. Корпоративно вызвал. Сел в такси и поехал к клиенту. Автобуса нету. Да в жопу этот автобус. Зашел на Озон. Купил Куга Кирин. О-о-о. На Куга Кирин и по дороге полетел, полетел, полетел. Приехал в ресторан. Фиксал за заказ 50 рублей. В ресторане нужно общаться вежливо. Заходишь в ресторан. Опа. Выдача заказа. Это то, что нам надо. Нам заказ нужен. 15.55 код мой. Сумма 1800 рублей. Да, это мой. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Хорошего дня. Заказ забрали. Сели на Куга Кирин. У-у-у. У-у-у. Прибыли к клиенту. Дом клиента. Это святое место. Клиента надо уважать. Клиента надо любить. Клиента надо... Это хороший человек. Он пользуется нашей доставкой. Нашим сервисом. И что делает? Правильно. Кормит нас. Кормит Яндекс.ЕДУ. Нашу дойную корову. Кормит нас. Поэтому мы что делаем? Мы уважительно относимся к клиенту. Это без преувеличения святой человек. Да? Да. Пришли, значит, клиенту. Прописали. Ставим саддей. Чтобы день был. Допустим, что? Что, что, что? В домофон позвонили обязательно. Зашли на территорию. Позвонили в домофон. Зашли в дом. Зашли в дом. На лифте можно подняться. На лифте, к примеру. Если клиент попросил пешком. Ну, пошли пешком. В чем проблема? Оставить у двери. Сфотографировать. Допустим, написано. Оставить у двери в приложении. Мы берем заказ. Оставляем. Фотографируем. Чтобы у нас было подтверждение. Вот так вот. Вот так вот не надо. Надо вот так. Понятно? Вот так вот не надо. А если клиент открыл дверь все-таки. Здравствуйте, дорогой клиент. Приятного аппетита и прекрасного дня. Дал вам 50 рублей чаевых. Вы счастливы? Вы довольны? Все. Мы выполнили заказ вместе. Уходим. Уходим назад. Вот это да. Мы выполнили с вами тестовый заказ. Яндекс.Еда нас кормит. Яндекс.Еда нас балует. Яндекс.Еда самая лучшая на свете. Подожди-ка. А вы помните, что в офисе Яндекс.Еды нам предлагали два выбора? Налево пойдешь, Яндекс.Еду обретешь. Направо пойдешь, Яндекс.Лавку обретешь. Да что ж такое же. Да давайте отправимся в офис Яндекс.Еды. Нам понравилось работать в Яндекс.Еде. Так подождите, подождите. Регистратор в Яндекс.Лавку хочется. Вот очень хочется. Не могу. Мне нравится голубенький цвет и сердечко на сумке. Да не вопрос, Ванюшка. Давай, давай. Конечно. Ура. Яндекс.Лавка. Мы теперь курьер Яндекс.Лавки. Вот это да. А что же будет? Что же будет за этой голубенькой дверью? Хе-хе-хе. А. За серой дверью. Вау. Яндекс.Лавка. Вот это у нас Дарк.Стор. Это склад. Мы пришли на склад. Здравствуйте, мой дорогой супервайзер. Мой глава моей Яндекс.Лавки Дарк.Стора. Я теперь ваш курьер. О. Выдают велики бесплатно. То есть вам выдаются термосумки и велосипеды на слоты, чтобы вы работали. Фиксированная оплата за заказ и за час. Примерно 160 рублей в час и 20-30 рублей за заказ. Вот это да. А что мне придется ездить по всему городу. В жопу закинет. Я с очка не смогу выехать. Плакать буду. У меня собаки нападут. Нет. Никто не нападет. Потому что радиус у Яндекс.Лавки от вашего Дарк.Стора 2-3 километра. И всего лишь небольшой радиус. Вам приятно. Вы работаете вблизи от дома. Ваша мать довольна тем, что вы практически у дома работаете. Вот это да. Яндекс.Лавка тоже хорошо. Подведем итоги. Что же такое? А что же такое? Мы с вами побывали в офисе Яндекс.Еды. Заполнили анкету в описании по моему баннеру. Выполнили 100 заказов, конечно же. По моей рефералной системе. Мы с вами попилим эту рефералку. Вы теперь мой слон и мой коллега. Можно поцеловаться в щеки без слюней. И свояк-свояка видит издалека. Дорогие зрители. Кафедра курецкого мастерства. Была рада вас видеть. Вверх по курерной лестнице с деканатом кафедры. Ивана Меладзе. До новых встреч. Сколько? Сколько секунд? Я не записывал. Блядь. Блядь. Мои глаза. Я кнопку не нажал. Блядь. Какой же. Да какой со стрима. Неудобно со стрима резать. Давайте еще разочек. Ну на пятый раз ничего страшного. Напомните кнопку нажать же мне. Двери не закрыл же. Двери не закрыл. Блин. Сейчас дверь закрою. Так, подожди. Оценить от 1 до 5 вообще нормально получилось? Трейдер для канала нормальный? От 1 до 5, пожалуйста. 5. 10. 5. Это, если что, эвкалипт я нюхал. 5. 0. Что 0? В смысле 0? Клянись. Почему 0? А что 0? Вообще отлично. 5. День сырка. Это не день сырка просто. Ну я ничего не могу с этим сделать. Надо нормально записать трейдер канала. Нормально, только ты вначале дважды сказал Яндекс.Еда, а не лавка и еда. А-а-а. Ну давай еще раз. Фух. У меня уже голова болит, если между нами. Ну она не болит. Ну что сейчас получится? Дверь в фотоконтроле пропустил. Нет. Да ладно, ничего страшного. Авиаперелет? Не. А сколько минимум можно в месяц работать? Да хоть один заказ можно делать. А-а-а. Кстати, я это не рассказал про это. Ай, блин. Да-да-да-да-да. Сейчас. Сейчас. Подожди. Точно. Точно. Слушай, я про это не рассказал. Сейчас. Точно. Какое отличное руководство, даже захотят стать курьером. Хе-хе-хе. Спасибо, брат. Спасибо. Про выплаты как раз мне рассказал. Стоп выплат. Сейчас. Как это написать? Чтобы не попасть в стоп выплаты. Минимум один заказ. Один заказ или один час. В. СБ. ВС. Или ПН. И тогда тариф будет приходить. Ты сам строил? Да вот, дождь же был. Мне делать нечего было. Я решил. Обычно можно совмещать? Давайте на вопросы на ваши поотвечаю. Подожди. Что-то я, слышишь, заигрался. Сейчас задержку побольше. А, 10 секунд стоит. Так. А можно ли совмещать с другой работой обычной? Да. Совмещать можно. Это самозанятость. Ты можешь один заказ даже делать в месяц или в год. Сколько можно съесть процентов от заказа? Заказы запрещено кушать. За это заблокировать. Я хочу узнать про совет высших курьеров. Можно по ссылке зарегаться, собственно, стать тем, кто будет оспаривать эти, собственно, баны. Если ты курьер, я тебе могу потом ВЛС скинуть ссылку. Она, в принципе, в базе знаний, в открытом доступе. Я пристал работать, как жара пошла. Тоже в Ростове живу. Братан, 60 дней пройдет. По моей ревке устройся. Опять мы с тобой 20 тысяч попилим. Что нужен и нет, и минуты на тарифе. О, хорошая идея. Заказы можно есть, если они отменяются. О, это тоже надо рассказать. Да подождите, не пишите. Можно получить сумку и не работать. Нет, надо работать. Что за микро? Ты точно... Да е-мое. Где? Что за микро? Ты точно где-то стримишь? Видно, что вебка... Сейчас у меня чат... Как чат читать? Сейчас я открою на телефоне. Невозможно читать чат. Эти стримеры АФК. Как они это делают? Сейчас, парни, секунду, извиняюсь. Ой, а где это было? Сейчас, извиняюсь. Что за микрофон? FIFA N339 и вебка с ноутбука. То есть, есть ли 3 дня, когда ты обязан работать? Не обязан. Можно один заказ или один час сделать, чтобы просто всю выплату получить. Ну, тариф, доплату до тарифа. Что думаешь про Ultimo? Я там не работал, там в Москве только. Привет, можно ли работать, будучи страшным и не забьют ли за это? Глупости. Нет, конечно. Ты красивый и прекрасный. Не надо себе такого мнения говорить. Если курьер разъебал заказ, пока вез, минус 1000 рублей. Да, кстати, это тоже надо записать. Типа, по идее же, по выходным выходить курьером. Расскажи про это тоже в трейлере. Страховая фирма Альбатрос. Если по ревке выполню больше 60 заказов, но меньше 110, сколько там в Ростове выйдет? Там выходят, 3 части приходят из ревки. Там выполнишь столько-то, столько-то придет. А если тебе нужно в отпуск уйти, это как работает? Просто не работать. Дождь в мае не пошел даже. 6 дней пройдет, и 60 дней не пройдет, смогут троиться, если наборов в 16 не будет. А-а-а, тебе 16, я понял. Ревка, она в России, да, по всем городам. В описании можешь протестировать свой город. Так не все сообщения читай. Только смысл тогда стремить. А что будет, если приклеить к телефону банкомат, чтобы снимать с него деньги? Чего? Быстро уволят, если сжать каждый заказ. Да, конечно быстро. Отвык от компа, привык, что тебе читают. Да-да-да. Вдруг это реальное лицо или маска снапчата. В каком смысле реально? Что, настолько плохо, что ли? А что если приклеить? Какой банкомат на пса приклеить? Что за бред? А если я вожу неаккуратно заказы? Быстро уволят. Ну, научишься нормально возить, и будет нормально. Не забываем прожимать, а то штраф. Кого прожимать? Ванек, сегодня на велике ехал. Не было держалки. Держал руль одной рукой и упал. Ой, выздоравливай. А Яндекс.Радежит работать по полдня? Да можно даже час в день работать. А что делать, если клиент находится в районе рынка шайба? Ехать на северный, работать на северном. А что будет, если ты целый месяц не работал? Ничего не будет. Просто выйти на слоты и дальше работать. Так, всем ответил, погнали. Что там надо было дополнить? Страфы, корректировки. Сейчас. Выплаты были. Где это дополнить? Давайте вот где-нибудь... Блин, а куда добавить это? А, вот тут и добавим. Как раз когда заказ несём. Вот здесь, допустим, это сделаем как раз. Сейчас. Вот здесь давайте сделаем. Допустим, вы упали, да? Как это нарисовать-то, господи, сейчас. Допустим, заказ повредился, да? Да ё-моё, как это сделать-то? Сколько поработал, столько заработал. По факту. Допустим, вы заказ повредили. Где тут эту хрень взять? Сейчас. Вот так. Сейчас. Вот так. Расскажи про 20 минут отдыха. О, и про это надо рассказать тоже, да. Так, а как же тогда сделать? Давай здесь сделаем. Надо ещё комнату сделать. Где доставка? Привет. Так вот же, вот доставка. Ты ж, как получить тарифную выплату, не выходя. Мне нужно просто плановые слоты после среды взять. Но я не буду это рассказывать. Куда это добавить? Нам надо добавить про паузы, кстати. Да, про паузы. А, знаю, где добавить. Можно про паузы, я вспомнил. Вот тут давайте добавим про паузы. А, вот тут про паузы добавим. Вот тут давайте добавим про паузы. Где-нибудь вот здесь. Кстати, а можно купить термокороба больше, например, в Кусвиловском и параллельно вместе с ним ездить? Да, можно, в принципе, два короба. Ну, желательно только в основном отдавать, во втором можно просто пользоваться. А можно купить карту в общий доступ. А, во, про карту, кстати, да. Про карту. Именная карта обязательно должна быть. Это в самозанятости добавлю. А то сейчас паузы устраиваются с виртуальными картами. Сейчас. Вот здесь давай, добавим обязательно вот так. А то у меня... Неважно. Вот так. А, не зря 400 тысяч. Да, если бы 400 тысяч платил, я бы тут такое еще делал бы. О, я бы розыгрышевым делал бы. Я бы, типа, если там, допустим, в течение месяца кто ревку выполнит, среди них там, допустим, велосипед разыграть. Или среди них разыграть скидки на еду, Яндекс.Ееду. Я бы собирал бы курьеров по 5 человек в Дискорд. Они бы за день боролись бы там за 12 часов планового слота. Кто больше заработал, тому бы 5000 дарил бы, допустим. Битву курьеров бы устраивал. Не, ну, конечно, если у меня деньги появятся с рекламой, ебать, я тут такой контент завозить буду. Что за именная карта? Твоя личная именная. Ну, допустим, ты Сбер выполнил и получил бы свою карту именную. А как получить скидки на Яндекс.Ееду? А, вот уже, кстати, можно написать точно. Сейчас напишем это куда-нибудь. Сейчас. Где это было вообще? Вот тут где-то. Идеи у меня... У меня много идей, но у меня денег на это просто нет столько. Яндекс, если бы, извините, Яндекс меня заметил бы и дал бы рекламу, да... У нас бы вся страна бы уже курьерами работала. Так, подожди, что надо сделать? Что мы там общались? А, скидки. Блин, а сколько же там заказов надо сделать? Не помню. По-моему, 7 заказов в день. И тебе дают еду. И тебе промокоды дают. По-моему, что-то такое. Если все курьеры, как заказывать? Кто же заказывать будет? Если ты станешь богатым, то ты не будешь больше курьером, так что не так не пойдет. Так, если я, в смысле, богатым стану? А как я стану богатым, если у меня все построено на курьерстве? Если у меня будет реклама, а кто меня будет смотреть вне курьерства? Вот сейчас у меня какой онлайн? Вот смотри. Ну вот, 161 человек. А на курьерке минимум бывает 200 и 400 человек. То есть в два раза меньше. То есть уже рекламодатель не придет, понял? У меня завязано все на курьерке. У меня не вариант что-то другое делать. Потом здесь даже деньги появятся. Как узнать, все ли хорошо по ЗП? Ты снимаешь? Не, я с родителями живу. Так, что еще там было, надо было написать. Давайте вспомним. А, во. Мобильная, мобильная связь, минуты и ГБ. Обязательно тоже это рассчитывать. А, и советы на смену. Вспомнил, что надо добавить. Сейчас добавим. Сейчас. 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 С донатов бы мог реализовать. О, я теперь знаю, для чего донаты буду открывать. Ты гений. Я фонд. За месяц соберу фонд денежный, там тысяч. Ну, сколько на донатят. И весь этот фонд солью тупо на розыгрыш. К рефералам. Блин, а я теперь... О! Бля, ты гений. Ну, ты, наверное, это редко делаешь. Ты же курьер. Можешь сам себе доставить. А то как сапожник... А? А, не мне. Я все равно не понимаю отличий между лавкой и едой. Просто при лавке к одной точке, да. И километраж маленький. И фиксация за кассы за час. Так, вот тут я добавлю, что надо на смену... Как бы это сделать? Давайте, наверное, это сделаем покрасивее. А то фигня какая-то. Сейчас. Давайте дом построим. Это в доме будет. Подожди, как же это сделать-то, да. Сейчас, подожди. Это на чем мы работаем. А, перед сменой надо подготовиться. То есть, допустим... Вань... Ага. Это сингл. А ты не думал, что донатов будет больше? Или Яндекс прямо хорошо... Да здесь Яндекс не заносит ничего. Это шутка была. Это шутка была. Яндекс мне не платит за это. Это я все по фану делаю просто, потому что на улице дождь. А что мне еще делать? Так, давайте вот тут сделаем вот такую тему. Сейчас. Все. В игре тоже дождь, на улице дождь. Да вообще ужас какой-то, правда. Сейчас я расскажу вам, как это работает. Сейчас я вот так сделаю, такую программу. Донаты почему не включу? Я хорошо зарабатываю и просто не нуждаюсь в чужих деньгах. И моя поддержка от вас, это то, что вы на меня подписываетесь. Вон, на меня Элона подписалась. О, ля, как здорово. Я стримлю. Вот, за полчаса на меня подписался... Дизмораль, Водка, Йено, КН и Елона. Знаешь, как приятно. Мне этого достаточно. Сейчас, секунду. Секунду, извиняюсь. Сейчас, извиняюсь, секунду, ребят. Сейчас подойду. Сейчас я быстро... Извиняюсь. Спасибо. 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 Говорят, что не то сказал что-то. Бро строит Ростов в Майнкрафте и будет разведить еду побольше бы таких добрых людей. Знакомый. У меня знакомый с Минска стримить начинал тоже без донатов. Говорил... Там, блин, не успеваю читать. Что без донатов? Говорил, в кайф сидите, общайтесь, пока его аудитория не задолбала. Типа, тупо включил. И они на это бабосы на контент начал пускать. Монтажеры, апгрейт и ПК. Как графику... Привет. Ростов не узнать. Все, давайте последний этот сделаем дубль. И, да я думаю, нормально будет все. Так, хорошо. Сейчас я дострою еще одну комнату. Для последнего дубля. Сколько рефов? Чека три где-то примерно. Вот тут будет... Сейчас. Так, здесь будет про... Что брать на слоты? Обязательно. Вот это надо вам рассказать. Тоже советуем. Повербанк. Повербанк. Насос для велика. Любой документ на всякий случай. Ой, где... Какая максимум подача в километрах? Не знаю, километров пять, наверное, может упасть. Я думаю, замок для велика, да. Что происходит, когда курьер в дебиле или клапан яндекс всегда встречается? Велик. Яндекс всегда уже давно дебиле или клапан выкупила. Что-то я еще, по-моему, советовал. Даже не помню. Так, а будто бы, в принципе, и все больше ничего не надо. Или надо, не помню. Так, и что еще я говорил? Да вроде как будто бы вот, вроде все. Теперь можно записать. А потом 9 до клиента. Повезло мне бы столько километража. Это тебе... Странно, почему такой километраж большой? Водичку. Ну, кстати, воду можно с собой брать, да. Так, и... А, какие велики можно порекомендовать, да? Еще, кстати, можно писать. Кугакирин. Инако монстр. По-моему, венбокс еще есть. Какой еще есть? Сумка обязательно нужна, да. Ну, все районы отдаленные. Ну, смотри, насколько отдаленные. Что еще, какой велик еще есть? Не помню. GT? Нет, только что-то не помню GT. А, Хима еще есть, я знаю. Хима. Сумку не забыл? Так, а не, ну, сумку-то что забудешь? Сумку-то что забудешь? Так, ну, вроде как будто бы все. Да. Да, вроде как все. Че еще можно добавить? Покрасивее бы сделать, да? Надо деревья насажать. Что-то не очень выглядит, как будто бы неприятно. Глаз не так радуется. Надо березы. Отчего так в России березы шумят? Давайте березы насажаем. Зимой? Конечно, на великах. Конечно. Так, как за береза-то выглядит? О, береза. Мне на эту пятницу, субботу, в воскресенье предложили слоты с кэфом 3.0. Ого! Я бы взял. Обалдеть. Там костная мука, она называется, по-моему, да? Да. Не забыл. А ручки-то помнят. А че качество такое ужасное? Не понял. По майнкрафту не должна была быть. Просто это мы записываем в эту подводку. У нас на завтрак ко всем кэфом 0.5 дают. А че мне ничего не дают? Желтые березы? Ага. Ага, я понял прикол. Подожди, а че мне дали на завтра? 1.7. Ужас. Че, побольше нельзя было дать, да? Мало. Штрафы со стороны... А, кстати, да. Это тоже надо написать. Если вдруг ты на дорогу выходишь. Да-да-да, сейчас я напишу. Как... Вот это, кстати, хороший совет был. Сейчас, 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 сейчас. А, подожди, костная мука, сначала все вырастить надо. Не забыть про это надо. Когда долго не работаешь? Да, я знаю, что дают большие. Бывают очень большие кэфы дают. Вот это прям имбово. Нереально имбово. О, вот так хоть получше будет, да? Да, нормально. Поприятнее, как будто бы. Где-то полицейский тебя найдет. Так. Обязательно, если выезжаешь на дорогу. Давайте где-нибудь вот здесь поставим. Надевай шлем. Соблюдай правила до дорожного движения. О! Где заказы и выручка? В каком смысле? Там мы подводку делаем. Подводку. Так, что еще я не рассказал? Что еще я не добавил? Да, как будто я все добавил. А как зимой работать, если... Брррр... Не представляю, как там у вас зимой сложно в этом плане. Про часы и выплаты по дням написал? Когда и за что выплаты? Да, это я уже давно добавил. Ты поздно пришел. Так, ну все, давайте попробуем по новой. Это уже шестой раз уже. Уже шестая попытка. Это пипец какой-то просто. Я уже устал эти попытки повторять. Ну давайте. А я дверь закрыл. Да е-мое. Я, по-моему, двери не закрыл, да? Или закрыл? Ну вон, аду не закрыл. Все, пытаемся вновь. Это это, это ингалятор. Крымский травник, по-моему, называется. Ты запретку написал? Типа, что это за слово? Давай удалю на всякий случай. А чего вы, зачем вы капсой пишете? Я и так вижу. Ладно, неважно, погнали. Готовы? Ой, опять по новой все рассказывать. Боже, я... Надо наизусть это все запомнить уже. Ну что, готовы? Так, смотрим, оцениваем. Это будет, если что, заставка для трейлер канала и на YouTube тоже. Активированный уголь. Все, погнали. Главное не забыть нажать запись. Зачем капс, когда можно сделать так? Вот именно, дешево стоит, по-моему, очень даже. Фух. Сегодня за 4 часа полторы тысячи двенадцать заказов. Да, это шикарно. Андрюшечка, это прекрасно. Зачем это вроде сборную РФ отстранили за то, что это... Это допинг был. Я что-то помню такое название. Теперь я вспомнил. Теперь я вспомнил. Сейчас я ЛС прочитаю по-бырому. Кто-то понаписал уже. Одним дублем сейчас будем опять делать. Ля, начал сейчас подводку делать. Три человека отписались от меня. Жесть. Прям жестко. Никому не нравятся подводки. Все подписывались. На велике, конечно, да. На чем же еще? Спасибо. Привет. О, Родион, привет. Да, сейчас будет семинар. Ну что, погнали. Так, запись нажать, только не забыть. Рэк. Говорит и показывает Яндекс.Еда. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Кафедра курьерского мастерства вверх по курьерной лестнице. Рада вас приветствовать. Вы мой будущий курьер? Замечательно. Ваня Меладзе. Ваня Меладзе, 192. Это важно. Вау. Это что? Дверь в будущее? В прекрасное светлое будущее? Почему же? Потому что Яндекс.Еда – это счастье и радость. Лучшая жизнь. Много денег. Успех. Твое будущее за этой дверью. Так чего же ты ждешь? Возьми меня за руку. Пойдем вместе. Пойдем в будущее. Вау. Яндекс.Еда. Самая лучшая компания в Российской Федерации. Опа-на. Заполнил ревку? Тебя позвали в офис? Сейчас я покажу, как это произойдет. Ты попал в офис Яндекс.Еды. Привет. Регистратор. Я зарегистрировался по Ваниной ревке. И готов стать курьером. На что тебе ответит регистратор? Выбирай Яндекс.Лавка или Яндекс.Еда. Опа-на. А что ж такое? В Яндекс.Еде прекрасный желтый цвет сумочек. Они такие великолепные и красивые, как Ваня работают. Прямо. А в Яндекс.Лавке красивые голубенькие сумочки. С сердечками. Тоже красиво. Конечно, красиво. Невероятно. Но я выберу Яндекс.Еду. Обязательно буду следить за чистотой сумки. Буду опрятным на слотах. Буду вежливым с клиентами и персоналом ресторанов. Конечно же. Конечно же. Левая дверь. Яндекс.Еда. Вперед. Что же нас ждет в этой комнате? Вот это да. Самозанятость. Это удобно и прикольно. Обязательно. Если ты ИПшник. Та, Напса тебе это ИП. Закрывай, чтобы не конфликтовать с самозанятостью. Открывай обязательно самозанятость и будешь платить небольшие налоги и будешь моим коллегой. А по ГПХ трудовому договору налог платит курьерская служба. Договор гражданско-правового характера. Скачивай с приложения Мой налог, регистрируешься и ты самозанятый. Платишь 4% налога поначалу, так как 10 тысяч рублей бонус в моем налоге будет отображаться. 4% юридических лиц. Оплата налога. Это платные доставки. 3% физлица. Это оплата за тариф. Вот это да. Все просто и понятно. Самозанятость, сила, все остальное. Оно нам не нужен. Яндекс.Ейда нужен. Отправляемся в путь. Вторая комната. Такая большая, такая красивая. Сейчас я вам расскажу про оплату за заказ, про кэфы и про небольшие еще секретики. Ты курьер, ты получил заказ. Опа! И пошел километраж, километраж, километраж. Допустим 3 километра. От 15 до 45 рублей тебе оплачивается за километр в зависимости от коэффициента спроса. Ты поступил в ресторан. Пришел в ресторан забирать заказ. Фиксал за заказ, тебе будет 50 рублей. Пошел дальше, опять 3 километра до клиента. Опять от 15 до 45 рублей тебя заплатили за километр. Пришел к клиенту. Клиент, здравствуй, приятного тебе аппетита и прекрасного дня. А заказ был тяжелее, чем 10 килограмм. Доплата плюс 30 рублей. Приятно. И тебе, и клиенту. Мы счастливы. Пойдем дальше. Чтобы получать больше за километраж, ты в своем городе должен ловить кэфф и зон на карте твоего города. Чем больше кэфф, тем больше оплата за километраж. То бишь, 1 это бесцветная зона, 1,1,1,2 светло-желтая, желтая 1,3,1,6, 1,7,2 это оранжевая, красная это 2,1-3. То, что ты получаешь 45 рублей за километр в красной зоне. Заказов мало, но минималка у тебя в городе есть, как у меня, допустим, 120 рублей в час. Чтобы получать вот эту минималку, за 1-3 часа ты должен сделать 1 заказ. За 4-5 часов 2 заказа, за 6-7 часов 3 заказа, за 8-9 часов 4 заказа, за 10-11 часов 5 заказов, за 12 часов. Самый большой слот и самый дорогой, жирный, прям, чтобы ты много заработал. 6 заказов. Какие-то советики нужны? Не вопрос. Паузы существуют. Они длятся 20 минут. Допустим, ты устал и решил отдохнуть. Нажал паузу. За 12-часовой слот ты можешь 3 раза нажать по 20 минут паузу. Скидки на еду 50% в Теремок и в Сабвей. До 400 рублей скидки действуют. Выполняй. Ну, короче, 200 рублей максимальная скидка. Выполняй 7 заказов в день и получай в Фудфокс Бота в Телеграме скидку. Мобильную связь обязательно покупай и минуты, и гигабайты, чтобы тебе хватало клиентам дозваниваться и пользоваться Яндекс.Про. Яндекс.Про неплохо жрет. И, в принципе, и жрет, и гигабайты плюс-минус неплохо. Ну, и, конечно же, аккумулятор тоже. Пауэрбанк покупай обязательно. Вроде все понятно и просто. Продолжим путь. Выплаты. Самое интересное и самое важное. Потому что денежки все любят. Все. Налево пойдешь. Ежедневные выплаты получишь. Направо пойдешь. Недельные выплаты получишь. Ежедневные выплаты. Это платные доставки от клиентов. То, что отображается в моем налоге каждый день. То бишь, допустим, ты поработал в понедельник, получил во вторник. Поработал во вторник, получил в среду. В среду поработал, получил в четверг. Четыре поработал, получил в пятницу. За пятницу, субботу и воскресенье получил в понедельник. Это, собственно, платные доставки. Ежедневные выплаты. Тариф. Доплата по тарифу. То, что было, собственно, фикса за заказ и за километраж. Приходит в среду за всю прошлую неделю. Чтобы не попасть в стоп выплаты. Блядь. Короче, чтобы получать оплату до тарифа за прошлый заказ. Минимум надо сделать один заказ или один час. В субботу, воскресенье или в понедельник. Если ты прям там поработал, ну, в понедельник очень много. А тебе надо выплаты получить. Во вторник поработал очень много. А тебе доплаты нужны. Поработал? Вот, 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 вот. Можете заскринить, кому нужно. Обязательно. Именная карта, чтобы зарплату получать. Хочешь работать в индексе, где? Должна быть именная карта. Твоя личная, пластиковая, физическая. Не виртуальная. Не мамина, не папина. Твоя личная. А иначе выплаты не будут приходить. И мы все будем плакать. Фотоконтроль селфи. Обязательно. Нужно фотографировать свое лицо иногда на плановых слотах и на обычных слотах, на свободных. Потому что все может быть. А вдруг ты там папе, дяде, тете передал аккаунт. Тебя забанят. Нельзя так делать. Обязательно себя фотографирую красивенького. Фотоконтроль термосумки тоже обязательно приходит. Так как грязная сумка может быть. Если она не пройдет к проверку, то тебе придется либо помыть сумку, либо поменять в офисе ее. Три прошки, три жизни. Вдруг, если ты сильно нарушаешь, ты теряешь жизни. В Яндекс.Про есть система этих прошек. За каждый заказ ты получаешь три прошки, копишь их и тоже какие-то плюшки можешь обменивать. А за три жизни, если нарушил много, тебя могут забанить. Если забанили, ты можешь оспорить блокировку. В течение 15 дней происходит рассмотрение твоей заявки. Опа-на. Да что ж такое, мы вместе заказ выполним. Давайте попробуем. Обязательно. На смену. Пауэрбанк. Насос для велосипеда, если вы с велосипедом. Любой документ, если у вас полиция остановит, не дай бог, или еще что-то случится. Замок для велосипеда обязательно, тоже, чтобы не украли. И воду на всякий случай. Кстати, документ еще бывает нужен, чтобы пройти в какой-нибудь БЦ, заказ клиенту отнести. Так проще будет подняться, допустим, на его этаж. Из велосипедов могу посоветовать Куга Кирин, Хима, Минако Монстр, или просто Минако, любую версию, и Венбокс. На чем же можно выполнять доставки? Пешком. Для чего тебе ноги? А ноги, чтобы ходить, а голова, чтобы думать. Можно пешком доставлять. На велосипеде, на автомобиле, на автобусе, на самокате, на мотоцикле и на электро. На любом средстве индивидуальной мобильности. Остановка автобусная. Пойдемте, дождемся, значит, автобуса и поедем заказ, отвезем вместе, выполним один заказ, чтобы вам было все просто и понятно. Автобуса нет, купили велосипед, пошли на дорогу. Соблюдай правила дорожного движения обязательно. Надевай шлем для безопасности. Погнали. А ты пешком все-таки, у тебя заказ был большой. Вызови просто такси через поддержку, бесплатный корпоративный такси. Или ты на велосипеде тоже поставил в такси заказ и поехал за таксистом. Бум-бум-бум-бум. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Разбил заказ. Сломал позицию. Развернул. Упал. Разбил. Что-то случил. Повредил. По твоей вине минус 1000 рублей корректировки придет, если вдруг ты все-таки заказ сильно повредил. Но не беда. Всякое бывает. Мы тоже люди. Курьеры тоже люди. Пришел ты в ресторан. Что же делать? Как заказ получить? Опа, выдача заказа. Здравствуйте, женщина. Ой, здравствуйте, летучая муж. Мне нужен заказ. Какой код нужно сказать? В приложении код заказа 1852, а сумма 1852 рубля. Спасибо за заказ. Спасибо большое за заказ. Пойдемте. Идем к клиенту. Ля-ля-ля. Иду по тропинке. Ля-ля-ля-ля. В голове. Ля-ля-ля-ля-ля. Домофон позвонили. Дверь открыли. Домофон позвонили. Дверь открыли. Лифт. Можно подняться на лифте. Но нельзя на лифте подняться. Пойдемте пешком к клиенту. Пришли мы к клиенту, значит. А в приложении написано, оставьте двери. Уставляем у двери заказ. Фотографируем обязательно. Чтобы потом не было проблем. Чтобы если скажут, что ты заказ не оставил, у тебя будет доказательство. Если написано, что заказ оставить в двери, вот так вот надо сделать. Вот так вот не надо. Надо вот так. Ты понял? Вот так вот не надо. Но если клиент вышел, заказ клиенту отдал, приятного аппетита пожелал, хорошего дня, получил чаевые, ты доволен и счастлив. До свидания, клиент. И уходишь. Опа. Яндекс.Ида прекрасная тема. Ну что ж такое? А ты выбрал в офисе пойти направо, в Яндекс.Лавку. Ой, подождите, регистратор Ваня Меладзе. Меня позвал к вам. Я буду с вашим коллегой. И хочу пойти в Яндекс.Лавку. Да не вопрос. Берем красивую голубенькую сумочку с сердечком. Ну то есть ее дадут в Дарксторе Яндекс.Лавке. И погнали. Яндекс.Лавка. Вау. Даркстор Яндекс.Лавки. Ты будешь работать в радиусе всего лишь 2-3 километров от Даркстора, где будут поступать тебе заказы. Тебе дадут обязательно термосумку и велосипед на слот. Вот это да. Забанили, я не знал. Фиксированная оплата за заказ и за час будет. Ты будешь за заказ получать 20-30 рублей, за час где-то 160 рублей. И будет у тебя радиус 2 километра. Вот так работает Яндекс.Лавка. Дорогой зритель, спасибо за твое внимание. И до новых встреч. С тобой был деканат кафедры курьерского мастерства. Вверх по курьерной лестнице. До скорых встреч. Ох, 11.47. 11 минут. Ой, боже мой. Это шестая попытка. Ребятушки, а ну оцените по-быстрому. От 1 до 5. Нормально получилось эта подводка? Про что я забыл? 5, 10, 0. Клянись. Почему 0? Клянись. Чё 0? А в Яндекс.Лази тоже норма тема, так как пацаны уходите из своих заводов. Сейчас. Про провреждение надо было после юристика поставить, а не до него. А, по провреждению. Сфотографировал и спер. А, после юристика поставить. Да. А он, чеки формируются за каждый заказ. Я ещё что-то забыл рассказать, кстати. Я что-то ещё забыл добавить, представляешь? А ты невоспитанный. Э, чё случилось? Так, тихо. Ты хуёвый. А, это про меня. Так, всё, успокойтесь. Вот это не надо, братан. Так, тебя отстраняю на 10 минут. Вот так нельзя делать. Сам виноват. Ты сам свой суд, ты сам построил тюрьму. Так, а что я ещё забыл добавить? В лавке работать так как могу... Да, там заказываю. А в лавке на самокате всё? А в лавке на самокате своём можно? Да. А, да, точно, как ты напомнил мне. И на своём самокате, если на своём велике... Смотри, если на своём велике плюс 30 рублей, по-моему, плюс 30 рублей к часу или что-то такое. Да, да, да. Что писать? Не могу. Не знаю. Какое время, но... Чё я ещё не добавил? Я, по-моему, что-то ещё не добавил. Блин, не хочется опять делать. Господи, сколько раз буду это ещё снимать? Жесть. Так, ну, во-первых, мне дом клиента не нравится. Это ужасно. Как будто халупа какая-то. Клиент должен быть... Ой, ну и что? Зачем ты это сделал? Нахера? Надо будет этот... Осуждаю. Да я не знаю, какой-то дурачок. Надо сделать красивый дом клиента, потому что клиент — это самый главный человек в этом мире. Он платит... Он нас кормит. Давайте сделаем красивый дом. Какой-нибудь красивый дом сделаем. Вообще, какой-то ужасный дом как будто бы, да? Есть такое ощущение? Надо элитный дом сделать. Сейчас. Где стекло? Боже, как эти майнкрафтеры этим занимаются? Я так давно этим уже не занимался, всё позабывал. Так. Здесь кирпичика. Не, переделывать я уже не буду, мне лень. Это целое дело. Вот так хотя бы сделаем. Сделай с подъездом и жёлтый блок в лифте. О, кстати, лифт можно вот так сделать. Вот так. Да. Что скажешь по формированию чеков? Чек за каждый заказ поступает. Как только ты заказ отдал, он сразу... Когда отдал, отдал, он сразу появляется. В прошлый раз рассказал круто про велики, самокаты, на ничём ехать, так что три ставлю. Да ё-моё, я понял. Консьержу, о, консьержу надо посадить, да, сейчас. И про консьержа, кстати, рассказать, что нельзя консьержу грубить. Да-да-да-да-да, точняк. Точняк, братан. Точно-точно. Так, консьержку, куда посадить консьержку? Вот сюда. Всё. Не, подожди, стол, 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 стол. О, в смысле появляется? Ты его не сам формируешь, автоматически всё формируется. Я понял, это тоже добавить надо. Видишь, люди не понимают. То есть даже ты не понял, другие, значит, тоже не поняли. Нет, ногами не надо никого бить. Сейчас я добавлю. Ну, да я забуду, сразу добавлю, давай, ты прав. Самозанятость, самозанятость, самозанятость. Смени категорию. Нет, это категория именно общения. В том-то и прикол, это не Майнкрафт. Это не Майнкрафт. Сейчас. Подожди, а где это было? Там, что ли? А с чего вдруг ему грубить? О, знаешь, сколько курьеров позабанили за то, что потом жаловались на него, на них. О, братан, знаешь, сколько таких тем было? Люди вообще, курьеры иногда такие странные. Чеки. О, да, люди вообще странные. Умудряются даже вахтершем грубить, консьержем, представляешь? Их потом за это, ну, прошу, если пожаловаться, поэтому, да, какая разница? Если попросил тебя человек, допустим, оставить сумку внизу, консьерж, ну, оставь, типа, так заказ отдай. А многие не оставляют, а потом проблемы. Сутки сижу в тепле, зимой, летом с кондером. А? Чего? С кондером. Чего? Скажи, сделай соседа, типа, чтобы грубить. Не, не надо. Ой. Не надо такое, зачем? Так, что мы делали? Дом делали, да? Сейчас я дом дострою. Да хочется красиво, чтобы было, понимаешь? Чтобы глаз радовался, чтобы зрителю было приятно. Типа, чтобы зритель, типа, вау. И замотивировался, сразу курьером стал. Правильно же? Правильно же? Загласитесь, мотивация это важно. Типа, если мотивация сильная, то и желание работать сразу появляется. Это же так работает? Я думаю, что так. Это потом на YouTube? Да, это на YouTube и на трейлер канала я еще загружу. Обязательно. А, лучше, чем на какого-то дядьку. Да, правильно. Начальная работа, подработка или просто по фану кататься по городу, это идеальная тема. Да, я понял, о чем ты, брат, теперь. Начальник понял о чем-то, а потом как понял. Красота. Не, это лишнее. Правда, это уже лишнее будет. Так, и надо бы доделать, наверное, да? Дорогу. Вот так. А как же конфликты с соседей, которые кричат, что с ними нельзя ругаться? Соседи? Какие соседи? Меня соседи не трогали. Соседи клиентов? Да не было такого вроде никогда. Блин, с первого дубля примерно запись идет 6-7 минут. Это прям, я вам скажу, не так просто. Я сейчас просто люблю все с одним дублем делать. Это прям, как это объяснить? Это типа ты сам себя тренируешь и... Ну, короче, круто. С одного дубля. Знал бы, что дождь не будет уже идти, я бы лучше поработал бы пошел. Хотя это тоже надо сделать. Красивую трейлер канала красивый. Да не только трейлер канала. В принципе, кому надо, я буду их отправлять на этот видос. Корректировки. А, вот еще какая корректировка есть, я вспомнил, кстати, да. В принципе, я тут ее добавлю как раз. И эту фигню перенесу, как ты сказал, кстати. Вот сюда. Куда-нибудь. Вот сюда. Сейчас я... Да, я понял, про какую еще корректировку надо рассказать. Про невыход на плановый слот или уйти раньше на плановом слоте на, допустим, на... на час. Не, ну ты прикольно придумал. Спасибо, спасибо. Стараемся, стараемся. Так, а корректировку еще в слоты надо добавить, да? А, подожди, а дом мы нормально сделали сейчас? Тут что-то еще может поменять надо. Тут как будто бы, да, тут как будто бы... А, типа дверь открыла, клиент стоит. Вот, точно сейчас сделаю. Работаю я, какие последствия? Да, аккаунт быстро банят. Такие аккаунты быстро банятся. Это нарушение, грубое нарушение стандартов сервиса. Ну, запрещено так делать. Панельки мне есть. Да? Клянись. Сейчас зайду. Ой, я сейчас в Steam зайду, стрим упадет. Наверное, залагает сейчас стрим. Я что-то об этом не подумал. Сейчас клянись, реально. Сейчас зайду, скуплю, походу. Походу, буду теперь по вечерам играть. Да, е-мой, сейчас. О, это клиент будет вообще, красавчик. Вот он, красавчик. О чем речь? О панельке. Игра в Steam и дополнение курьера. Пол. Ой, ну, кстати, да. Панельки называется, да? DLC доставка. О, реально такая доставка. О, реально есть такое. Написано смешанные. Типа не очень, а почему? Написано смешанные. Так, добавить в избранное. Как добавить в избранное? В желаемое. 49 рублей. А сама панелька сколько стоит? Как? Где эта панелька-то сама? Требуется панелька. Она сколько стоит? 179 рублей. Ну, недорого. Можно и поддержать, как будто, да? Но выглядит, как будто бы, не очень. Или мне кажется. Ты по приколу прошел? И что, реально купить стоит она того? Ну, выглядит, на самом деле, прикольно. А, да, кстати, я про доспехи не подумал. Сейчас. Сейчас. Золотой, потому что он же приносит денег много клиент. Поэтому пусть вот так будет. О. Штаны обязательно. О, имба. Форма лепить? Нормально. 8 лет. Ага. Ага. А ты хорош. Так. Все, вроде как будто бы тут все, да? А, то, что вот это вот трава тут. Ты про это? Сейчас. Из гранита сделаем. Типа, богатый очень клиент. Клиенты часто богатые. Поэтому надо вот так делать. О, вообще красота. О, вообще красота. Ага, это что-то. Как-то странно получается. Как-то странно. Ладно. Так. Ну, тут вроде все добавил, да? Привет. Не, сегодня дождь был. Просто я делаю эту... Трейлер канала делаю. Поэтому... Немножко заморочился. В деревьях, наверное, побольше понасажать, да? А то некрасиво что-то совсем. Я же сказал, забанят. Леонтьев. Ха! Нужно сделать игру про доставку, чтобы как GTA, только про доставку, чтобы... Ну, был бы я айтишником, я бы такое сделал бы, кстати, реально. Денег взял бы, попросил бы у Яндекса денег. Типа, собрал бы команду и... Они бы сказали, да, да, дадим денег, конечно. Так, что там надо найти, Костя? Дерево работаешь, не забанили? Ну, брат. Сам понимаешь. Я такие темы... О! Травущий можно взять. Я такие темы на стриме не буду обсуждать. Я уже один раз ответил, поэтому, брат, сам понимаешь. Как бы... Твой страх и риск, как говорится. О, другой-другой дело совсем. Вау. А что я сразу так не сделал? Вау. Во! Воля! Воля! WW теперь. WW. Чтобы прям все опрятненько было, красиво выглядело. Как будто бы мне заплатили много денег за постановку этого фильма прям. Как будто бы это реально прям суперинтеграция дорогущая, поняли? Вообще имба. Ля... Ля... А? Согласись, когда красиво, людям сразу нравится. Люди кайфуют сразу. WW, как говорится. В этом случае, Танюш, там уже слишком все похоже. Слишком люди похожи. Я даже и не знаю. Я думаю, система даже не распознает, походу. Вау. Гляньте, вау. Блин, как красиво получилось. Офигеть. Наверное, надо было про деревья побольше посажать, наверное. А что за прикол, да? Win to win. LL, типа, лузер, луз, наверное. Это американский прикол на твиче, по-моему. Или не только на твиче. А, с дотой с какой-то или откуда-то. Ну, как старый бог пошло. Так и пошло. Это... Ну, это сленг такой, или как это назвать? Надо поменять наверх, по лестнице клиенту. Точно. Фу, микрофон воняет. Я думаю, что воняет? Сколько я в него уже плевал за два года. Пора, походу, помыть. Пора все-таки, походу, мыть. Ха. Офигеть. Настолько похожи они. Обалдеть. О, про слоты не добавил. Как ты напомнил мне. Плановый и свободный слот. Как ты мне напомнил. Хорошо. Сейчас добавлю. Мишку не обязательно сразу делать. Но со временем, если фотоконтроль медскошки придет, то надо сделать. Че-че-че плановые или свободные слоты. Вот, точняк. Куда бы это добавить? Что-то места мало совсем. Надо было побольше. Ммм. Блин, а куда добавить-то? Надо отдельно, наверное, делать комнату. Блин. Про слоты. А, вот тут, наверное, сделаю. Вот тут, наверное, сделаю, да. Сейчас. А то и это. Самое главное, не рассказал. Ой, что это было? Так, слоты. Понял, норма. Я думаю, Яндекс не сильно хочет тебя увольти. Так, а как же это написать-то, да? Давай вот так. 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 Вот так. О, привет, у меня вопрос, как часто за свою работу ты направлял жалобы на сами рестораны? Да, было, было. И причем это было в числе 20 или 30 курьеров, потому что раньше был такой прикольный Макдональдс, когда еще были Макдональдси. И по часу, по полтора могли заказы готовить, чтобы ты понимал. Ну и нам пришлось пожаловаться. И они справились. Сейчас на Яндекс очень изменился. И практически... Практически уже не надо ни на кого жаловаться. Максимум только если просто замечание самим рестораном делать самому. Допустим, пакеты какие-то галимы у них, за которых, когда суп стоит, пакеты от жаркого супа разваливаются. Или еще что-нибудь. Почему не работаешь? Потому что делаю подводку для... Трейлер для канала. Зачем ты подписался и... Хотя ты меня смотришь уже давно. Мог бы, кстати, и не подписываться. У меня же нету автомода. Ой. У меня же фоллоу-мода нет. Я просто не вижу, зачем ты это сделал. В принципе, можно было не делать. Неожиданно. Ну, потому что я подводку делаю. Делаю, да. Поэтому неожиданно получилось. У меня же руки затекли. Майнкрафт делать. Это не в курсе. Платное ожидание. Тестируется уже, тестируется. Скоро будет. Скоро будет. Я думаю, в ближайшие полгода, наверное, точно будет. Да. Так, ну как будто бы мы все добавили. А где? Да где? Я дома. Не планировал постричься? Планировал. Что будешь делать, если Яндекса не станет? В Яндекс.Лавку пойду. Так, в Яндекс.Лавке я все рассказал. Можно, в принципе, наверное, добить стены, доделать стены, чтобы более красиво было. Категория Just Chatting. Я знаю, потому что это не Майнкрафт. Потому что я больше общения. Это игра для трейлера канала. Это я не играю. Это для презентации. И использую сейчас Майнкрафт для презентации. Потому что он максимально для этого подходит. Понял? Только из-за этого понял. А так это я не играю. Это я именно ввожу в курс дела про Яндекс.Еду. Так. Все вроде тут сделали. А, вот траву тут можно добавить, чтобы красивее было. Кстати, ты планируешь прямо коротко? Не, не планирую. О, что это такое? А, это... Вот так будет красиво, да? Вообще имба. Ой. Да е-мое. Да е-мое. А, ладно. Я понял. Опять кость сломал. Тьфу-то е-мое. Ну, вроде как будто бы... Чё я в руку взял? Чё за хрень? Кайф, да? Теперь как будто бы прям супер. Почему у тебя не... А, да какая разница? Я редко в Майнкрафт играю. Так, ну вроде как будто бы все. Ладно, не буду я... Уже устал. Значит, у нас получается офис, Яндекс.Иды. Здесь, здесь 4 блока всего, да? И пятый блок это у нас лавка. Ну да. И заказ. Го в гости. Да пока я не знаю. Пока работаю, пока не получается. Ванечка маленький, а что делать с рисками? Например, ты выехал на своем новеньком монстре. Ну, а, вот, очняк. Страховка, страховка. Страховка. Спасибо, что напомнил. Привет. На первое время планирую, можно ли делать 5-6 тысяч. Можно, можно. В Краснодаре можно. Главное, слоты хорошие ловить. И обязательно по ревке устраиваться, чтобы мы с тобой еще денег получили дополнительных. Так. Калькулятор, кстати, можешь калькулятор. В описании есть калькулятор. Можешь Краснодар посмотреть там. Да, такие дела. Так, ладно, что, пойду я. Завтра с 9. Что, как это, как вообще, расскажите, в целом, прикольная идея сделать. Ну, нормально, да, я придумал. От 1 до 5 можете оценить этот стрим. И нормально придумал с презентацией. Как вам презентация? От 1 до 5 можете оценить, если хотите. Мне будет приятно. Услышать, сколько нас? Много людей на стриме? Нихера себе. 187 человек. Нихера себе. Никогда столько онлайна не было в АФК. В стримах. Еще и люди подписываются. Обалдеть. Как приятно. Мафия. Была бы прикольная куриная мафия. Курьерная мафия. 52. 10, 9. Ну, что-то мало. Где ваши оценки? Не вижу ваши ручки. Где же ваши ручки? Давайте песню споем. И пойду тогда я отдыхать. Откуда музыка? Тьфу, господи. У меня стим был. Все это включен. Время. Давайте споем. Вы не против? Попоем? Поставьте плюсики, кто хочет музыку. Пение услышать. Не против пения, если попою я? Скажите мне, пожалуйста, вообще. Если будет меня слабо слышно или плохо слышно. Короче, я сейчас буду петь. Вы скажете, что убавить, что увеличить. Окей? 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 Готово? Попробуем спеть. Ты неси меня река За крутые берега Где поля мои поля Где леса мои леса Ты неси меня река Да в родные мне места Где живет моя краса Голубые у нее глаза Как ночка темная Как речка быстрая Как одинокая луна На небе ждет меня Она За туманом огонем Как же он еще далек Ты мне ветер Помоги Миловесточку шепни Знаю, ждет меня Моя краса Проглядела в ночь Проглядела в ночь глаза Как ночка темная Как речка быстрая Как одинокая луна На небе ждет меня Она Ты неси меня река За крутые берега Ты неси меня река За крутые берега Голубые у нее глаза Ночка темная Ночка темная Как речка быстрая Как одинокая луна На небе ждет меня Она Кайф Давайте сейчас Поехали Выйду ночью Выйду ночью В поле с конем Ночкой темной Тихо пойдем Мы пойдем С конем По полю вдвоем Мы пойдем С конем По полю вдвоем Пойдем С конем По полю вдвоем Мы пойдем С конем По полю вдвоем Ночью В поле звёзд благодать На-на-на-на В поле никого не видал Только мы с конём По полю идём 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 Сяду я верхом На коня, да на коня Ты неси по полю меня В бескрайнему полю моему По бескрайнему полю моему Дай-ка я разок посмотрю Где рождает в поле зарю Ай, брусничный цвет Алый да рассвет Али есть то место Али его нет Ай, брусничный цвет Алый да рассвет Али есть то место Али его нет Павлюшка Павлюшка, мои родники Дальних деревень огоньки Золотая рожь Да кудрявый лён Я влюблён в тебя Россия влюблён Золотая рожь Да кудрявый лён Я влюблён в тебя Россия влюблён Будет добрый год Хлебород На-на-на-на-на Было всяко-всяко Пройдёт Пой, золотая рожь Пой, кудрявый лён Пой о том, как я в Россию влюблён Пой, золотая рожь Пой, кудрявый лён Мы идём с конём по полю вдвоём О, хорошо Ай, хорошо Эх, шарик О, хорошо Эф5 Чё, стрим падал? Добрый вечер В высшем исполнении Ну что ты, шарик, лаешь на меня Что не узнал, я понимаю Старушка, мать, хозяюшка твоя Давным-давно меня уж ожидает Ну что ты, шарик, горло свое рвешь Как будто бы здесь жулики попались Ты был щенком, я в дом тебя принес Когда метель с морозом напрягались Эх, шарик, я как и ты был на цепи Шарик, рубал хозяйские Харп, шарик, и по ночам я ведь... Ой, я просто устал, видимо уже Все как и ты, все как, как и ты Эх, шарик, я как и ты был на цепи Шарик, рубал хозяй Ладно, я устал все Все, пора отдыхать Так, ну что, завтра будет стрим рабочий С девяти Надо же еще настроить будет этот Подводку эту настроить Надо будет ее в трейлер канала как-то вырезать Фух Что, классно, постримили сегодня? Спасибо, ребят, за стрим Кто остался? Здесь, конечно, кто-то вообще остался Пойдемте К Денису Я пойду к Денису смотреть, отдыхать Ой, ребят, берегите себя и близких И до новых встреч Увидимся с вами, получается, завтра с девяти утра Спасибо всем за стрим Хорошо, кайфа Спасибо большое Все, пойдем к Денису поддохнем Стрим посмотрим, кайфанем Надеюсь же он не заканчивает там, надеюсь Очень надеюсь, что он не заканчивает Не дай бог сейчас стрим закончить Что смотреть-то Все, ребят, побежали к Денису До завтра Всем до завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому